Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ненецком округе Валерий Чупров представил региональным СМИ ежегодный доклад об условиях осуществления предпринимательской деятельности и состоянии соблюдения прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности на территории региона в 2015 году. Подобные встречи стали уже традиционными и ставят перед собой вполне адекватные цели – разъяснить начинающим предпринимателям, в каком направлении двигаться, а уже опытным рассказать о нововведениях. По итогам 2015 года финансовую поддержку на развитие бизнеса в форме грантов и субсидий получили свыше 100 предпринимателей региона. Сумма поддержки составила порядка 13 миллионов рублей и вдвое превысила аналогичные показатели предыдущих лет. Субъекты малого и среднего предпринимательства создали в регионе 115 рабочих мест. Среди положительных тенденций 2015 года, уполномоченный по защите прав предпринимателей в своем докладе назвал открытие фонда поддержки предпринимательства и предоставление гарантий НАУ. Кроме того, в 2015-м НАУ стал в числе первых регионов, где был принят закон о налоговых каникулах для бизнеса. С этим законом получилось вообще как в сказке, потому что как только такое право появилось, как только норма федеральная заработала, мы находились в числе вообще первых десяти субъектов, кто этот закон принял. Очень оперативно он был разработан, нанесен, собрание депутатов его приняло. Он, напомню, с 17 марта 2015 года налоговые каникулы стали возможны на территории нашего региона, двухлетние. Ставка по девяти патентным видам деятельности для индивидуальных предпринимателей составляет 0% в течение двух лет. Также регион снизил ставку по упрощенной системе налогообложения по определенным видам деятельности предпринимателей с 6% до 1%. Если раньше предприниматель бизнес на упрощенной системе налогообложения платил 6% с дохода, то появилась возможность дифференцировать эту ставку от 1 до 6 по каким-то видам деятельности. По ставке 1% более 80 видов деятельности предприниматели могут осуществлять теперь. Прямо начиная с 1 января 2016 года, вот заканчивается первый квартал, до 25 апреля они будут платить авансовые платежи по этому налогу, они их смогут платить уже фактически в 6 раз меньше, чем они заплатили год назад по итогам первого квартала 2015 года. Кроме того, в 2016 году в регионе введены новые виды субсидий для предпринимателей. Субсидирование затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, и субсидии на технологическое присоединение к объектам инженерной инфраструктуры. На выплаты по первому виду субсидий бюджетом предусмотрено 5 миллионов рублей, по второму – полмиллиона рублей. Еще два новых вида поддержки предпринимателей округа в 2016 году – микрофинансирование и гарантирование на общую сумму 26 миллионов рублей.